всем привет дорогие друзья не забываем подписываться на канал ставить лайки комментарии это очень важно подписывайся на канал и будьте счастье косатик ну вот сегодня друзья приятный повод пробил 15 косарей подписчиков ведь даже белая рубашка без гаврилки будет завтра стрим по этому поводу не только поэтому вообще 8 вечера по москве так что приходите все на стрим о делах наших скоро мы покалякаем есть много тем ну и кстати хочу заметить что хотя канал создан давно активно начал работать только с начала июня то есть пошли такие записи там и стримы так что каналу всего там хуй да нихуя полгода все но увидите как уже активно спасибо всем дорогие друзья без вас я никто и звать меня никак все помогаете я знаю там даже хейтер иногда бросает денежку такое удивительное дело так что вот как-то так еще раз всем спасибо ну и вот какие новости сегодня я оказывается не знал что у бакаев а касс четыре карточки у бакаева тоже он пропускает получается бакаев на карте литвинов за 2 желтых пропускает значит автоматом 1 игру литвинов автоматом автоматом 1 игру бакаев и получается кто еще азобнин травмировался сборной да так мы же говорили там тренировка была травма вроде он попрасы с джимми хендриксом ясно но будем надеяться что поправился вот тогда получается что в опорке безальтернативно получается игнатов и у меня раз кастандаром джимми хендрикс не знаю что-то они умолчат там значит взряд ли и кто тогда получается айртон с одного края значит три центральных куфрие жига джики другого края правого кутепов я думаю сыграет или рассказов вот кануная рассказов скорее всего да ну что безальтернативно тоже ну и в нападении тройка ну два инсайда мозос и промис а середине соболев потому что я думаю что вряд ли поставит мозоса защитником крайне потому что-то на инсайден сыграть но а может тогда ларсон инсайден ну не знаю там не очень большой выбор у руль виттоле тем более так сказать а бригада видна последний его матч там говорят на рейток макова юрист уже подготовилась и документы там и билетик при собом я тоже корячиться все эти братья но как говорится никого не жалко никого если помните такие с краснодаром когда пиджака сняли этот был кузнецов временный тренер он тогда пилатеса поставил в воротах то сейчас тоже такой как бы может последний матч судя по всему руи виттоле так ну с большой долей вероятности но такие там посмотрим как так сыграют там в краснодаре у нас до игры не просто складываются вот хотя там говорят что краснодар там гончаренко ну какая в таком состоянии сейчас и гончаренко и краснодару и кому угодно с таким куцом составом тем более обратите внимание маркетерцев опорник он сегодня с этим с велесом играл же да так не вызвали хотя среда там могут вызвать еще его команда в пятницу летает каких там он молодых наверно кого-то подтянет пошли замену надо кого-то выпускать вот мы посмотрим думаю с краснодаром будет тяжелая игра не знаю там как на три результата как всегда там в общем-то собственно это уже как бы и не особо важно но жеребьевки вот уже я говорил вчера сегодня полный состав жеребьевки вчера мне там накидали говна в комментариях какая астри какая уэльс там ник откуда кто никто же не смотрит официальный совет уфа все один в одному как я сказал все вот эти даты и все эти корзины вот ну немножко там видите как то там там подвинулась подфаркила там не знаю помимо шотландии там еще может быть это кто еще сейная 2 забыл какая-то команда ну не сей на македонии там может оказаться да они слабых шотландии какая-то по моему австрии что если не ошибаюсь а больше не сей на это тоже раз то есть какой-то там шанс ну теоретически но другой стать такие гранды как португалия италия там швеция ребят сильные команды очень вот если мы с ними в одну эту четверку попадем то я думаю что там шансов ноль целых хуй десяток вот ну и что я хочу сказать что так немножко рефреном не может быть интересно кому-то не о футболе вот посмотрел джеймса бонда последние не время умирать 25 бонд но ничего такой франк из этой франшизы на завершение это вот казино рояль это квота холод как там квота холодной воды да и как она там называется вот это спектр и вот это вот последние не время умирать да вот так обедено и все так это как бы концовка сюжет завершён как бы он там в конце погибает все интересно но для меня все равно из всех бондов 25 я все видел что плюс там 2 не лицензированных бонда самый сильный для меня лично это конечно казино казино рояль потому что всего за последние там 20 лет есть три фильма которых я просто подряд посмотрел не отрываясь это первую матрицу я просто три раза подряд и казино рояль тоже три раза подряд посмотрел не отрываясь ну естественно там на диске в телевизоре там тогда еще диски были 2006 год когда казино рояль и матрица вообще 99 но это такое не совсем сильный не время умирать ну такой где-то серединка на половинку но тоже нормально сделано хорошо так в общем не такой конечно казино рояль но тоже естественно эту который играет возлюбленную вот эту вот актрису я не могу я сравнить евы грин евы грин которую вес проиграл но вообще евы грин красавица а это такая ну она мне все время ассоциируется помните она в фильме этого миссия невозможна где с томом крузом она играет там майонную убийцу помните бабу которая там по фотоаппарату считывает она тут майонную убийцу лиза сейду по моему как фамилию не помню там ну неважно а тут она такую возлюбленную положительно как-то так это барбара брокколи накосячила там же этот продюсер барбара брокколи решает вот она вам бонни хочу сказать ребят это вообще никто не знает такой актер очень хороший милыш бикович наверное все знают вот рекомендую посмотреть с ним сериал есть сердцкий он уже озвучен 14 серий ветер южный называется вот причем интересно бикович он же свободный в это по-сербски по-русски вот ветер южный на русском он сердцкого сам себе озвучивать но увидели там его магомаев сериал там холоп знаменитый фильм отель белград у этого биковича агент женщина она там выходила на барбару брокколи конечно им отказ прислали не знаю там как там что решать конечно мало шансов по мнению из милошу бикович отличный получился бы конечно новый бонд но это мое личное мнение что там где барбара брокколи где я так что извиняюсь друзья за этот отход про бонда может кому не интересно вот еще нет так сказать пятнашку пробил настроение хорошее так что как то так завтра стрим все всех приглашаю еще футболе поговорили о кино поговорили вот всех люблю и обнимаю до новых встреч в эфире